Дорогой, дорогой, как я по тебе соскучилась. Меня бабуля привезла. Бабушка очень добрая. Она любит тебя. А ты меня любишь? Дорогой, я люблю тебя больше всех на свете. Когда вы едете? Сейчас. Сейчас? Прямо сейчас? Я думал, вы еще побудете. Здесь, в городе? Нет, нет, Яго. Города не для меня. Мне под ушел остров. Там все мое. Нет. Нет, Кабуре, вы сейчас не уйдете. Сначала скажите то, что хотели. Приближается очень сложный момент, Яго. Тебе придется пережить много неприятностей. И это не на час, не на день. А на несколько месяцев. Что-то случится с Мореной или с нами? Это случится с нами? Говорите, с нами. Ты хочешь быть счастливым? Да. Единственное, что я могу сказать, это то, что ты обязан пройти через все эти испытания. И когда ты преодолеешь их все, ты обретешь счастье. Кабуре, не волнуйся. Я тебя не оставлю. Кабуре, не знаю, что стало бы со мной, если бы вас не было рядом. Вы мой друг. Мой лучший друг. Я вас провожу. Мне жаль, Яго. Я бы хотела, чтобы между нами все сложилось иначе. Но уже слишком поздно. Ваши деньги, сеньор. Спасибо. У сеньора здесь кредит. А где кредит у Чина Бальмаседа? Мне надо задать ему пару вопросов, Карденос. Где он? Не представляю. Он исчез два дня назад. У него здесь возникла проблема, и с тех пор он не появлялся. Вы что, не верите? Мне платят за факты, а не за веру. Его комната здесь. Если хотите, можете сами убедиться. Но скажу сразу, там вы ничего не найдете. А вдруг он зайдет бельишко смыть? Я не тороплюсь, могу подождать. Хорошо. Комиссар Фрага. Вы разыскиваете Яго Вальдеса? Он в инсекварной лавке Руфино. Кто это? Я должен ехать, Карденос. Если Чину объявится, сообщите мне. Я хотел бы узнать, почему Клементино Гусман так дурно отзывался о нем в предсмертном письме. Посмотри. Это ты нарисовал? Да, положи его к себе в тубочку и каждый вечер вспоминай обо мне. Нет, нет, я не стану его убирать. Нет, я повешу его на стену. В тумбочке он помнется. Иди, повесь сам. Спасибо за то, что привезли его ко мне. Нет, нет, тебе не за что меня благодарить. Я должна была это сделать раньше. Ты нужна, Матео. А мне нужен он. Поэтому я и переговорила с судьей по твоему делу. Он обещал сделать все возможное, чтобы тебя освободили под подписку. Это займет несколько месяцев, но я обещаю, что вытащу тебя отсюда. Несправедливо держать тебя в заперти. Вы это сделаете. Огромное спасибо. Нет, спасибо. Я же сказала, тебе не за что меня благодарить. Твое место не здесь, а рядом с сыном. В доме сиренево. В твоем доме. Так, хорошо? Прекрасно, дорогой. Мама, я тебя люблю, Матео. Хорошо, спасибо. Это вам, сеньора, спасибо. Заходите еще. Обязательно. Всегда к вашим услугам. Ну что? Как же давно я таких банкнот не видел. У Гордели тогда еще волосы были. Расслабься, дружище. Это же шутка. Похоже, кончилась черная полоса. Может, у тебя и кончилась, а я за последние дни ни одной партии у него не выиграл. А он еще издевается. 6-0. Ну все, не зли меня. Завтра, так и быть, поддамся. Всем стоять. Нет. Нет. Стреляй. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спящая красавица уколола палец веретином. Несмотря на то, что все старались этого не допустить, она уснула вечным сном. Однажды явился храбрый принц с волшебным мечом. Поднялся в башню, увидел спящую красавицу, поцеловал ее. Она проснулась и узнала его. И тогда они стали жить долго и счастливо. Цветы для красавицы. Мила. Простите за каламбур. Спасибо. Спасибо. Осталось недолго ждать. Да. Да. Вы не представляете, как я мечтаю увидеть его ручки, коснуться его кожи, личика. Наверняка он будет таким же красивым, как его мама. Спасибо. Морена. Дорогая, привезли кроватку. Уже? Да, и она просто чудо. Да. Пойдем посмотрим. Извините. Ничего. Не торопись. Я помню. Что вы на меня так смотрите? Думаю, очень скоро я останусь на острове один. Почему? Ты должен следовать своей судьбе, Яго. А твоя судьба далеко отсюда. Но, Кобуры, если я отсюда уеду, меня сразу же арестуют. Это зависит не от тебя, Яго, и ни от кого другого. Тебе будет знак, когда настанет пора вернуться. Какой знак? Знак судьбы. Знак судьба. Субтитры создавал DimaTorzok